18 сентября в России прошло главное политическое событие, которое определит траекторию движения нашей страны на ближайшие годы. По результатам выборов в Государственную Думу партия Единой России получила конституционное большинство. Почему в условиях экономического кризиса и роста социальной напряженности народ продолжает поддерживать действующую власть? С чем связано падение интереса к выборам и самая низкая явка за всю историю выборов в Госдуму? Почему провалились партии демократической оппозиции? В эфире программа «Диалог». Здравствуйте! Итак, седьмая Госдума по партийному составу ничего не будет отличаться от шестой. Все те же Единой России, КПРФ, ЛДПР и замыкающая уже привычную нам четверку «Справедливая Россия». Остальные десять партий не преодолели пятипроцентный барьер. Победу празднует партия Единая Россия. Она получила 343 мандата из 450, и теперь у нее конституционное большинство. Прошли выборы и в 39 региональных парламентов. В них большинство будут иметь те же четыре парламентские партии, за небольшим исключением. 18 сентября выбирали и глав регионов. Во всех регионах победили губернаторы, которые были назначены президентом временно исполняющими обязанности. В целом, кажется, что власть еще больше укрепила свои позиции. Если бы не две ложки дегтя. Во-первых, рекордно низкая явка на выборы, ставящая под сомнение легитимность Новой Думы. И во-вторых, размещенные в соцсетях многочисленные видео-вбросы за партию власти. Насколько прошедшая кампания была честной и справедливой, если это сравнивать с выборами 2011 года? Она, конечно, была более честной. И тому способствовало одно обстоятельство. В Кремле после известных событий 2011-2012 годов, когда была поставлена под сомнение легитимность бывшей уже теперь Шестой Думы, видимо, посчитали, об этом говорил и Владимир Путин в средствах массовой информации, и Вячеслав Володин, что главное для них, для Кремля и Старой площади, это получение абсолютно легитимной Государственной Думы, чтобы никто не сомневался в том, что она рождена в соответствии с законом. Понятно, что за этим желанием Старой площади и Кремля, федеральной власти, лежало одно беспокойство, которое, в общем-то, достаточно регулярно проявляется. Это сомнение легитимности российской власти в целом, в том числе и президентской. Для того, чтобы обеспечить легитимность, власть приложила определенные усилия к тому, чтобы сделать выборы максимально прозрачными и честными. Между тем, довольно значительная часть наших граждан продолжает пребывать в уверенности, что они там давно уже все решили без нас, и никакого смысла ходить на эти выборы нет. В результате приняли участие в голосовании только около 48% избирателей. Низкая явка наблюдается по стране в целом, и менее половины избирателей пришли в Россию на избирательные участки, и явка снизилась и по Оренбургской области. Если в 2011 году у нас было 51% явка на выборы в Госдуму в декабре 2011 года, то сейчас 42%, то есть на 9% уровень явки снизился. Это свидетельство того, что уровень протестных настроений резко снизился. Причем мы замеряли уровень протестных настроений по области и обратили внимание, что существует такое парадоксальное явление. На фоне роста бедности, которое по самооценке фиксируется практически по всем территориям области, идет снижение уровня протестных настроений. Низкая явка действительно, причем очень цифры разнятся, что вызывает сомнения взять ту же Кемеровскую область, Туменскую или Чечню, там за 70-80%, или взять, допустим, такие субъекты федерации, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Вот здесь она ниже Плинтуса. Это, видимо, связано с тем, что каждый губернатор выстраивал свою стратегию. Есть ли губернатор, ну, тот же Тулеев, кемерский губернатор, который считает, что его слово там, это сигнал, как голосовать, или Розан Кадыров, который тоже говорит, я как скажу, так оно и будет, то там сомнений в том, кто из пришедших избирателей, за кого будет голосовать, особых не было. Что касается регионов Москва, Питера и Московской области, здесь иная ситуация. Настроение в этих регионах весьма оппозиционное. Поэтому игра была, стратегия очень разная, она была адаптирована под каждый регион, и везде была своя специфика. Там, где были люди протестные, протестный электорат был высок, там гасили явку. Поэтому вот это вызывает, опять-таки, сомнения в легитимности. Такого не бывает. Но не бывает такого, чтобы в два раза явка в одном регионе отличалась от другого. Равно как результаты голосования на Единую Россию по регионам очень существенные отличия. Поэтому задача, о которой, собственно, и говорили, легитимация, она не решена. Сомнений в легитимности власти возникают в том случае, когда выявляются массовые нарушения закона в ходе проведения избирательной кампании. Выборы 2011 года признаны грязными, и это стало причиной недовольства граждан. А можно ли считать легитимной ту власть, которая была избрана относительно честно, но при очень низкой явке избирателей на участке? Оппозиционно настроенные политологи подсчитали, что при такой низкой явке партия власти реально получила поддержку только чуть больше 20% избирателей. А если убрать нанятые карусели, вбросы и всякий другой мухлёж, и того меньше. И вот уже высказываются сомнения в легитимности вновь избранной власти. Говоря о том, что выборы не были свободными, не были честными, результаты не были достоверными, вывод один. Выборы не были легитимными. Сформированная по их результатам Государственная Дума не будет являться легитимным органом власти. Конечно, такие заявления будут, причем это будет делаться, может быть, отчасти и нашими оппозиционными политиками, которые, видимо, пребывают пока в шоке от того, что они получили. Но и главное, для чего легитимация нужна была Владимира Путина, это показать мировому сообществу, что вы типа того не меняете. Я нормальный, у меня Дума легитимная. А там легитимность поставить под сомнение, в том числе и по поводу явки. Они уже ставят под сомнение наличие избирателей в Крыму, которые Запад не признает как часть российской территории. Между тем, президент России Владимир Путин итогами выборов остался доволен. А высокий процент голосов, отданных за Единую Россию, назвал авансом, который нужно отработать. В условиях вот этих самых сложностей, большого количества неопределенностей, рисков, люди, безусловно, выбирают так называемую стабильность и доверяют ведущей политической силе. Доверяют правительству, которое опирается на Единую Россию в парламенте. Доверяют тому, что все мы будем действовать профессионально и в интересах граждан. Успеху Единой России способствовала патриотическая повестка, позиционирование ее как партии президента Владимира Путина, считая секретарь Генсовета Единой России Сергей Неверов. При этом оппоненты Кремля уверены, что успех Единой России состоялся только потому, что это партия власти, монопольно владеющая всем политическим полем. Результат Единой России, он не соответствует действительности. Реальный результат, это вокруг 30, вот все остальное, эти 10%, это административный ресурс. Он сложился из двух составляющих. Первое, это откровенная фальсификация, это переписывание протоколов, это карусели и прочее. И вторая часть, это реальные голоса людей, но люди, которые проголосовали не за совесть, а за страх. Люди боятся, как бы хуже не стало, это всегда срабатывало. Плюс отсутствие реальной какой-то альтернативы. Да, плохо, плоховатенько. Ну, пока-то еще более-менее можно, так думают избирать. Пока еще терпимо. Ну, пусть будут они, мы хоть их знаем, проголосуем. Может, что-то получше станет. Вот такие вот. Это голосование от безысходности, от нужды, от того, что так вынуждены голосовать. Нет ничего другого. О каких успехах говорил Владимир Владимирович, не знаю. Какие успехи, где они? У нас что, инфляция снизилась, у нас что, появились новые предприятия, у нас снизилась безработица и появились новые заводы. Таких успехов нет. У нас что, село встало с колен. И, разумеется, один из любопытных явлений, чего нет ни в одной стране, чем хуже люди живут, тем хуже показатели по социалке, тем больше они голосуют за партию власти. Вот что-то мне напоминает советское время, когда нерушимый блок коммунистов и беспартийных всегда получал свои 99,5%. В том числе и на выборах 1985 года. Потом пришел 1989 год, и вся эта система рухнула. Перед выборами демократы были настроены пессимистически, и в большинстве не собирались участвовать в голосовании. Может, поэтому кампания демократической оппозиции оказалась такой вялой и неяркой, а результат предрешенным. Не было огонька в глазах, в душе. Не было надежды у самой оппозиции, что она может победить. То есть она как бы отыгрывала этот номер. Но нужно участвовать, нужно делать вид, что мы боремся. Мы будем делать этот вид. Внутри понимали, что шансов нет никаких. А вот отсюда и она бесцветная. Можно еще сказать, что могла эта оппозиция зажечь? Не могла. Не могла, потому что по качеству она не способна зажечь большое количество людей. По качеству отдельных лидеров оппозиции. Поэтому ей не верю, поэтому и не идут. Поэтому явка такая. Упаднические настроения. При очевидном провале яблока Парнаса на выборах для многих в демократически настроенной части общества вовсе не очевидно, что результат этих партий отражает настроение в обществе. И говорить о том, что это действительно отражение тех реалий общественных настроений в целом по России, я бы не рискнул. На самом деле, по крайней мере, из моих знакомых, я не знаю никого, кто проголосовал в Единой России, а знаю, сколько проголосовало за Яблоко, за Парнас, за коммунистов тех же. Поэтому вот это и есть сомнение в легитимности. Легитимность – это когда Владимир Путин сказал, побывав в штабе Единой России во время почета голосов, что ваше голосование, которое мы получили, победа Единой России – это полное отражение тех общественных настроений, которые существуют в области. Неправда. Не совсем это так, и я подвергаю сомнениям вот это утверждение. Я думаю, что все очень значительно отличается. И те, кто голосовал за Единой Россию, голосовал отнюдь не из-за любви, а отнюдь только из-за того, как хуже не стало. Очень грустно, что в Оренбургской области демократические силы не набрали большого количества голосов, как, например, опять же, в столицах, в Москве в частности. Но мне кажется, во многом виноваты сами демократические партии. Ну вот правда, потенциальный электорат у них был, но уж как-то мы их совсем не видели. Уж какими-то совсем невнятными остались лозунги того же «Яблоко» в Оренбургской области. Ну вот что хотела это донести партия нам, мне, например, осталось непонятно. Некоторые политологи считают, что теперь эта оппозиция «Яблоко» и «Парнас» должны уйти. Не объединиться, не переформатироваться, а просто исчезнуть с политической сцены. С первых ролей должны уйти и лидеры, и герои политики времен 90-х. Новые времена требуют и новых политических взглядов, и новых политических решений, и новых политических лидеров. У меня очень схожее настроение по этим результатам. Наверное, действительно, проиграл, уходи. Вот уйдет Касьянов, не уверен. Явлинский оказался чуть хитрее, он ушел. Он формально не является руководителем «Яблока», там есть Эмилия Слабунова. А вот у Касьянова, видимо, не получится. И вот такие собаки на сене, не хочу никого обижать, они на самом деле блокируют появление свежих лиц. А они есть. Тот же Вячеслав Мальцев. И мне показалось, что был бы любопытный проект, если бы, допустим, состоялся альянс Мальцева и Алексея Навального, который пока не может участвовать в выборах в силу наличия судебного решения. И вот этот проект, он мог бы быть действительно неким таким свежачком, который бы действительно и на самом деле мог бы заинтересовать избирателей. Уйдут они? Не думаю. Не думаю, что они уйдут. Слишком сладка вот эта иногда бывает работа, в том числе и в оппозиции, роль Ганимова и такого жертвника. Надо серьезно провести работу над ошибками. А к этому, к нашему общему несчастью, оппозиция не готова. Вот признавать свои ошибки и критиковать власть – это очень разная работа. Единственный пример был, когда в 2003 году СПС проиграл выборы, и Борис Немцов, тогдашний председатель СПС, он ушел в отставку. Это был мужской поступок. Способен ли Касьянов на мужской поступок? Не думаю. Трудно сегодня говорить о новой партии, потому что административный ресурс практически вытаптывает всех людей, которые мало-мальски имеют оппозиционные взгляды. Когда все поле вытоптано, появиться новому лидеру в поле физически сложно. Они изначально, когда эти лидеры появляются, они идут по пути на меньшего сопротивления и прислоняются к власти. Поэтому нет сегодня в Оренбургской области человек, который мог повести за собой. Плюс для того, чтобы он был достаточно самостоятельным и проводил свою политику отдельно от партии власти, это должен быть и независимый человек. В том числе он должен быть независимым и финансово. В целом на выборах реализован сценарий, разработанный задолго политтехнологами Кремля. Оставить Думу в том же аморусном состоянии при монополии Единой России и трех подконтрольных фракциях. Лидеры этих партий с одной стороны заявляют о многочисленных нарушениях, а с другой с результатами безоговорочно соглашаются. Может потому, что в Думу все-таки попали? Мы выборы, естественно, признаем и оцениваем положительно. Я считаю, что выборы в Госдуму седьмого созыва состоялись. На сегодняшний момент у партии «Справедливая Россия» нет оснований подвергать сомнению результаты в целом. Разделить не могу позицию Сергея Михайловича Миродова, лидера политической партии «Справедливая Россия», который он вчера заявил в средствах массовой информации, что нынешние выборы являются чище, чем предыдущие. Ничего подобного. Они являются грязнее, они являются отвратительнее, они имеют, содержат прямой умысел нынешней власти, партии «Единая Россия» захватить и незаконно удерживать нынешнюю власть. Говорю жестко, так как мне говорят люди, так как я лично сам оцениваю эти выборы. Такого административного давления на людей не было давно. Мы не признаем результаты этих выборов. Для партии «Справедливая Россия», несмотря на то, что в Думу она прошла, эту кампанию вряд ли можно назвать удачной. СССР набрают чуть больше 6%, тогда как на выборах 2011 года у них было в два раза больше. В чем причина такого падения? Если говорить о «Справедливой России», тут тоже одно обстоятельство, не стоит забывать. Тогда, в 2011 году, многие голосовали за «Справедливую Россию» в силу ее, по крайней мере, достаточной оппозиционности. Там были серьезные кандидаты, Илья Пономарева, Гудкова, даже Оксана Дмитриева. К ним можно по-разному относиться, но это была достаточно такая оппозиционная партия. Не против президента, а в основном против правительства. И многие, не веря в то, что «Яблоко» пройдет, голосовали, как говорится, от безысходности за партию «Миронов». Тот же Навальный, он призвал, он не говорил там «Справедливой России» голосовать, проголосуйте за кого-нибудь хотя бы. Поэтому нынешняя ситуация, после того, как Миронов вычистил Гудковых, Пономарев на Украине находится, Оксана Дмитриева тоже покинул эту партию. Появилась вторая «Единая Россия» только с Мироновым во главе. Ну и что я, если я люблю Владимира Путина, что я пойду голосовать за какого-то Миронова? Поэтому мотивация голосования за эсеров, она в значительной степени снизилась. И это главная ошибка Миронова у его выстраивания стратегии избирательной кампании и накануне. «Справедливая Россия» очень давно теряет свои преференции, которые были в 2011 году. В 2011 году, напомню, у них было почти 17%. 17% для оппозиционной партии, выросшей недавно, насколько я помню, из нескольких партий. Это был очень хороший успех. И то, что растеряли 10% всего за 5 лет, я думаю, что федеральному руководству партии надо подумать и над собой, потому что у них примерно плюс-минус такой же процент. На региональному отделению, в частности, Владимиру Ивановичу, стоит подумать опять же над изменением риторики. Поэтому выборы для всех закончились бессюрпризно. То, что «Единая Россия» никого не кляла, ну так уж скажем, сыграло им на руку. Они оказались белыми и пушистыми, невзирая на кучу недостатков, которые им предъявляли. И более того, риторика «кто не работает, тот не ошибается» тоже оказалась верной. На прошедших парламентских выборах половина депутатов избрана по одномандатным округам. Многие помнят, что в составе первых трех созыва Думы одномандатники были самыми независимыми депутатами, образовывали свои фракции и по многим вопросам были настроены оппозиционно по отношению к федеральному центру. Скажется ли нынешнее возвращение одномандатников на работе Думы? Этим людям не позавидуешь, и в отличие от депутатов, избранных по партийным спискам, у них, конечно, зона ответственности, она более конкретно, а с другой стороны, значительно выше. Поэтому хотелось бы, чтобы из этих людей сложился некий пул, который поставил вопрос в том числе и о бюджетном федерализме. Хватит федеральному центру отдавать 70% налогов. 50% хватит. При Ельцине было 50%. Хватит кормить, а потом ждать, ходить там по Москве с прокянутой рукой, дайте нам туда трансфертов на социальные программы. Вот поставят эти депутаты такие вопросы принципиальнейшие по федерализму, восстановлению его в соответствии с Конституцией. Хотелось бы. Я полагаю, что одномандатники, они более независимые депутаты, в том числе и от руководства партии, чем те, которые избирались и избрались сейчас по партийным спискам. Почему? Потому что за ними стоят голоса избирателей в одномандатных округах. Они прошли очень серьезную политическую кампанию, конкурентную. Это может закончиться тем, что начнутся определенные разборки внутри партии Единой России между одномандатниками и списочниками. Причем у одномандатников будут более твердые позиции, чем у списочников. И если одномандатники будут создавать определенные, так сказать, ну опять-таки подковерные объединения в решении тех или иных вопросов, то шансов у них будет больше. Вот такая конкурентная борьба внутри фракции Единой России, куда входят и одномандатники, и списочники, она будет обязательно. Это следствие вот этих выборов. Перед выборами некоторая часть общества еще лелеяла надежду, что есть возможность изменить ситуацию в стране. Избрать Думу оппозиционных депутатов. Сделать Думу местным для дискуссий. Открыто обсуждать выход страны из экономического кризиса. Замахнуться на конкретные преобразования в политической сфере. Это были иллюзии. И теперь они разрушены. По мнению известного экономиста Андрея Мовчана, причина разрушенных иллюзий в том, что есть партия, которая реально контролирует ситуацию. В регионе, в стране, в целом в экономике, в политике. Хорошо или плохо контролируют? Нет, не очень. Многим не нравится. Есть ли альтернатива? Нет. Все остальные ничего не смогут сделать. Единая Россия отвечает на страхи людей. Люди боятся хаоса, боятся разрушения, внешних угроз. Люди боятся друг друга в стране. А Единая Россия предлагает некоторую конструкцию, при которой можно жить плохо, но стабильно. Однако очевидно, что конструкция, построенная на страхе, порочна. И самое главное, неэффективна. Это система выживания. Развитие страны при ней невозможно. На этом все. До новых встреч в программе «Диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова